Содержание африканского карликового ежа Клетка для карликового ежа должна быть просторной. Чем больше, тем лучше. В качестве наполнителя используйте покупные опилки или древесные наполнители для грызунов. Нельзя использовать кедровые опилки, опилки с водистых порос деревьев и любые подстилочные материалы, содержащие в своем составе эфирные масла. Дело в том, что они токсичны для ежиков. В клетке для ежика должны быть укрытия, туалетный угол, кормушки, паилки и непременно беговое колесо. Диаметр колеса для ежа не менее 28 см. Ежику необходимо бегать в колесе. Он ведет ночной образ жизни, должен много двигаться и нуждается в подвижных играх, которые не заменить прогулками по комнате. Колесо должно быть цельным, сплошным, пластмассовым и ни в коем случае не иметь ячеистой или решетчатой структуры во избежание травм лап. Также противопоказано держать ежей в клетке с решетчатым полом. Все ежи и африканские другие приспособлены ходить по ровной поверхности. Приобретая клетку для ежика, помните о том, что ежи великолепны верхолазы. Поэтому вам не подойдет клетка или террариум с открытым верхом. Питомец непременно предпримет попытку удрать. Не покупайте клетку с большим расстоянием между прутьями. Как для хорьков или кроликов, маленький ежонок может просочиться сквозь решетку или застрять. Клетка или террариум должна иметь хорошую вентиляцию, избегать сквозняков, беспощадных прямых лучей, ибо у ежа должна быть возможность скрыться от них. Оптимальная температура в комнате должна быть 20-25 градусов по Цельсию. Перегрев крайне опасен для здоровья ежика. И, значит, чем их можно держать? Их можно держать в клетках типа дюна с пластиковым верхом. Но обязательно в клетку должно помещаться колесо, потому что ежики, они должны бегать, разминаться. Точно так же, как кролики, ежики – это сумеречные ночные животные. Они наиболее активны ночью, в сумерки, вечером, ночью или рано утром. Днем они, естественно, спят. Субтитры создавал DimaTorzok